Здравствуйте, друзья и гости канала! Приглашаю вас в свой сад в последние дни августа. Хочу начать обзор с винограда из помидоров. С того, что сейчас самое такое, знаете, яркое. Виноград созрел, вот на переднем плане кеша. Но в нем маловато сахаристости. Поэтому обещают еще одну сухую, теплую неделю. И вот я надеюсь, что он доберет сахаристость. С томатов уже снят основной урожай. Остались только одна-две грозди под прищипнутыми макушками. На черри побольше. И вот здесь посетки, может быть, более поздние. Это казанский местный. Вот черри еще радует. Второй год. Сажаю сорт для цельноплодного консервирования. Очень мясистый. Такой плотненький. Называется «Сокровище». Ну, не зря его так назвали. Посмотрите, какие супер обильные грозди у него. Он хорош не только для консервирования, но и для вяления. Ну, и такой достаточно сахаристый. Под прищипнутыми макушками томаты наиболее крупные. Вот если завесить томаты с нижних гроздей и с самых верхних, то верхние будут самые увесистые. В предыдущих летних роликах я ругалась на два старонемецких сорта огурца, которые в жару плохо росли, ну и практически не давали урожай. Так вот сейчас, когда ночи стали прохладные, ну, а днем уже так умеренно жарко, от 25 до 30, вовсю они начали давать урожай. Ну, вот из-за холодных ночей пошла мучнистая роса, но зеленцов много. Не идеальной формы, но тем не менее. Корнишоны такие, как Герман, верные друзья. Листва у них начало желтеть. Вот, и урожая, ну, можно сказать, единицы осталось. Но все равно пока есть, я не обрываю. Обилием своеобразных плодов радует сорт Голубая красавица. Рядом несколько сортов коричневых томатов. Баклажанов пока море. Баклажаны огромные. Сегодня хочу подвязать ремонтантную малину, которая что-то так вся поразвалилась. А, ну, конечно, я не могу не сказать про бесшипую ежевику. У нее сейчас пик плодоношения. Я немного посрезала листья, чтобы высветлить грозди. И вот сейчас вот такая вот симпатичная картина. Еще продолжают плодоносить патиссоны. Но уже на них появилась мучнистая роса. И некоторые растения даже засохли. Но те, которые остались, вполне дают урожай. Продолжаю радоваться цветению артишоков. Вместе со мной пчелки. Видимо, привезли пчел с пасек на зимовку. И в последнее время просто огромное количество пчел в саду. Вот. Ну, они такие спокойные, безвредные. Кабачки еще тоже есть. На листве мучнистая роса. Холодные ночи не понравились растениям. Теплолюбивым. Бамии уже стало холодно. Бамия заканчивается. Зато массово пошли стручки вьющейся спаржевой фасоли. Спаржевая фасоль у меня и по арке растет. Здесь удобно собирать ее на уровне высоты руки, длины руки. И по сетке, по забору. Здесь я больше всего ее собираю. Люблю осеннюю фиолетовую спаржевую фасоль. Возле забора, возле спаржевой фасоли, еще радует бамия. Вот это вот стручок, где-то которому двое суток. Вот я сегодня буду его срезать. Рядом тоже бамия, но зеленая. По вкусу нет никакой разницы, какой сорт. Зеленый стручковый, красный стручковый. Консервирую, как огурцы в банке. Ну, с теми же приправами. В ногах томатов кое-где посадила цветы. Чем ближе к осени, тем сильнее они радуют. Это летники. Ремонтантная клубничка, которая радовала все лето, продолжает цвести и давать урожай. Второй раз начало цвести душица. Тоже ее надо собрать, прокрутить через мясорубку, ну и пить зимой, добавляя или к черному чаю, или к иван-чаю. В ближайшие дни хочу в блендере с маслом и чесноком раздробить листья базилика. Ну и оставить в холодильнике на зиму. Чтобы потом добавлять в салат или в овощные какие-то блюда. Друзья, я вам вроде как все показала. Не хочется еще начинать грустить по уходящему лету. Сезон еще практически в самом разгаре. Поэтому отличного вам настроения, здоровья. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok